Домашнюю серию победы У тебя сегодня дубль, в целом доволен ты своими шайбами? Конечно, хорошо, когда идет так голы, но тоже надо понимать, что там где-то подкараулил, где-то там удачно отскочил он мне, поэтому не без доли везения и без партнеров, конечно, тоже не обошлось. Насколько был готов к тому отстоку, когда от Гриши Кузьмина отлетела шайба к тебе? Ну, провожал шайбу взглядом, увидел, что она ударилась в конек соперника и в мою сторону полетела. Я там уже, не думая, просто в сторону ворот ее махнул. Соперник находится внизу турнирной таблицы, но игра достаточно плотная была. Смог ли чем-то удивить Ростов сегодня? Даже если взять прошлую игру с Кристаллом, которую мы проиграли, там соперник тоже не на верхушке турнирной таблицы. На такие команды нужно еще серьезнее подходить, выходить с более еще лучшим настроем. Поэтому Ростов сегодня молодцы. Показали хороший хоккей, нам тоже было сегодня тяжело. Но, опять же говорю, где-то подвезло с голами, где-то нам нужно больше играть в атаки и бросать. Первый период нас Ростов перебросал, там, 7-13. Поэтому есть над чем работать и на выезде будем уже больше бросать. Будем готовы. Какие в целом можешь выделить сильные стороны этого соперника? Ну, достаточно молодая команда, я скажу, там и парней много знаю, с которыми я играл и в МХЛ, и пересекались в других клубах. Молодая, задористая команда, на них ничего вроде и не давит. Они понимают, что им нужно, ну, каждую игру там пытаться вытащить, каждую игру очки набирать. Поэтому с такими соперниками еще тяжелее играть, чем, допустим, с тежими лидерами. Спасибо за игру Ростову и мы идем дальше. В какой-то степени для тебя это был принципиальный матч? Ну, когда-то, это позапрошлый, по-моему, в сезоне выступал за Ростов. Там у меня, по-моему, три игры всего было. Ну, я не скажу, что прям очень принципиальный соперник, но настрой у меня был одинаковый, как и на все остальные игры в этом сезоне. Вот, поэтому ничего больше могу добавить. Тяжело ли было, в смысле, тяжело ли играть без главного тренера? Как-то связь он с вами держит, может быть, персонально? Ну, он держит связь, конечно, с тренерами нашими. Они постоянно разговаривают, как и с нашим заместителем главного тренера. Вот. У нас, как бы, тактика не меняется, у нас все остается так же. Такой же подход на игру, да, может, где-то его, может, в каких-то моментах не хватать, но все равно команда понимает все свои задачи и играем так, как играли. Нарьков Грузаном забросил третью шайбу. Не появилась ли какая-то расслабленность у команды? Не стали играть по счету? Да, Грузан молодец, конечно, что попал там, да, и сбросил из-за защитника. На самом деле нет, пытались еще, ну, как додавить соперника нас. Хороший второй период вышел. Где-то наложили там несколько раз смена, но я говорю, надо над реализацией, над голами еще работать там. Можем забивать больше за игру. Вот. А расслабленности нет, особо такое не было. Ну, в концовке, я же говорю, да, пытались уже игру довести до конца, чтобы, да, главное не пропустить. Ну, вот ты сказал, что мы можем забивать больше, и в целом было очень много борьбы. Есть немного ощущение, что счет не совсем по игре получился? Ну, можно, конечно, сказать, что счет не в арену, так как получилось, так получилось. Поэтому и соперник сегодня, да, где-то мог нам тоже еще забить. И мы могли забить, и, как бы, игра пошла по сценарию, который вот, и был уже. Все. Все, спасибо, с победой. Спасибо. Спасибо.